Салют, ребят, я Иван Толмачёв, а вы смотрите самый народный канал Д5 и шоу Плюс Минус. И сегодня мы поговорим о том, каково это быть эгоистом. Всем нам в той или иной степени и в разное время приходится делать то, что мы не хотим, чтобы порадовать либо близкого человека, либо просто поступить правильно. А есть люди, которые чаще всего плюют на это и делают только то, что захотят сами. Принято называть таких людей эгоистами и, в общем-то, относиться к ним в обществе, скажем так, с небольшим пренебрежением. Так давайте попробуем сегодня разобрать это понятие и понять, чего больше у эгоистов. Плюсов или минусов. Поехали. Минусы. Первый минус. Общение. Если тебе нет дела до собеседника, то с тобой вряд ли будут рады общаться. И ладно, ты самодостаточный интроверт, но штука в том, что эгоисты бывают еще и общительные. Если ты из их числа, то поверь, люди будут стараться избегать общения с тобой. Даже если вспомнить Доктора Хаоса, то станет ясно, что за такими личностями наблюдать интереснее со стороны. А вот быть собеседником такого эгоиста не захотел бы, пожалуй, никто. Второй минус. Поддержка. Когда тебе плевать на всех, со временем даже друзья начинают понимать, какой ты человек и чего от тебя ожидать. Повторяющиеся эгоистичные поступки в ряде ситуаций вынудят все твое окружение перестать на тебя рассчитывать. Когда кредит доверия будет исчерпан и за тобой закрепится негативная репутация, в трудную минуту количество желающих помочь тебе будет стремиться к нулю. Третий минус. Дружба. Почти у каждого человека есть, по крайней мере, один друг, даже у заядлого эгоиста. Вот только такому другу не позавидуешь. Вспомните отношения между Шерлоком и Ватсоном в британском сериале, когда создается ощущение, что знаменитому сыщику просто плевать на Доктора. Также зачастую ведут себя и многие эгоисты в реальной жизни. Ведь даже если в глубине души тебе на самом деле дорог твой друг, таким поведением ты очень сильно портишь ему настроение и нервы каждый раз, что со временем может стать причиной вашей последней ссоры. Такие вот вышли минусы, пишите, что о них думаете в комментах, а мы пока перейдем к плюсам. Плюсы. Первый плюс. Искренность. Между всеми людьми существует так называемый социальный контракт, который вынуждает постоянно сглаживать углы и быть любезными с тем, кто тебе неприятен, а порой и хвалить то, что тебе не нравится. А вот если ты думаешь только о себе, то задеть чужие чувства не боишься. Это позволяет всегда быть честным не только перед окружающими, но и перед самим собой. Как бы эта искренность не шокировала, в то же время те редкие слова одобрения и похвалы из твоих уст будут звучать с куда большей силой и значением, ведь они будут по-настоящему искренними. Второй плюс. Выгода. Эгоисты ставят свои интересы выше других, а значит они склонны чаще получать именно то, что им нужно. Тебе не нужно с неловкой улыбкой соглашаться идти на фильм, на который ты не хочешь, отдавать последний кусок пиццы, если ты голоден, или уступать удобное место. Если совесть тебя от этого не мучает, то ты со всех сторон окажешься в выигрыше. К тому же собственные интересы вынудят тебя более настойчиво добиваться цели, ведь ты привык получать то, что тебе нужно. Итак, минусов получилось больше. Может быть потому, что мне эгоизм не свойственен, но я правда не смог найти достаточное количество преимуществ. В любом случае, сейчас мы посмотрим, что об этом думают участники нашей группы. По результатам вашего голосования, 52% считают, что плюсов больше. На этом все, спасибо вам, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на Дайпять, ведь видео тут выходят каждый день. Пока вы можете смотреть прошлые ролики вот тут прямо на экране, и вступайте в группу ВКонтакте, чтобы всегда участвовать в голосованиях. А на этом все, пока!